Алена, это первый видеофайл, письмо, разговор на тему, с которой ты ко мне обратилась. Тема этой тревожность, некоторая мнительность, вот то, что потеряла в качестве жизни. И многие психотерапевты травят вас таблетками, тем самым понижая активность ваших нервных путей, ваших вегетатики. Мало того, что дистонию они ставят, они еще уменьшают активность этих нервных путей. А на самом деле ваши панические атаки, ваша вот эта дереализация, головокружение, это дисфункция вот тех нервных проблем, которые возникли в силу, или плохо воспитались когда-то, плохо просто не те учителя были, или произошел какой-то нервный срыв, изменилась вот эта гормональная структура в вашем теле, а мы же являемся химическим и электрическим генератором. Так вот, мы с тобой прошли пару таких больших блока по тренировке нашей нервной системы. И я про них хочу, ну вот так, подвести некий итог. Это обращение вроде бы к тебе лично, но я его выложу на канале, и люди будут смотреть и слушать, и они что-то для себя возьмут и, наверное, обратятся ко мне, подписавшись на канал по скайпу, чтобы тоже решить свои проблемы. Значит, это письмо, видеообращение ко всем мнительным людям, тем людям, которые страдают от нехорошей симптоматики, раскачанной вегетатики, которым ставят ВСД, беспричинная тревожность, катастрофическое мышление, навязчивость мыслей. И вот, прежде всего, они не понимают, почему это с ними произошло. А им психотерапевты таблетками, наркотиками, я просто называю это, глушат. Другие психоаналитики морочат голову какими-то сценариями детства, чувствами какие-то обиды или еще чего-то. А ведь на самом деле эти невротики, вот ты, Ален, с таким хорошим воображением, с таким ассоциативным рядом, более того, у тебя лично и очень прекрасный эмоциональный интеллект, у многих он не очень развит. И они, эти люди, они не знают, почему это происходит, им никто не объясняет. Вот в этом первом моем видеопослании для тебя, хотя мы с тобой об этом уже говорили, я вновь повторю, почему это происходит с вами с невротиками. А кто-то подслушает, а кто-то поймет. Вот, прежде всего, это из-за того, что у вас правое полушарие, эмоциональное полушарие, то полушарие, которое ответственно за ваше воображение, и в лобных долях ассоциативный ряд, довольно-таки хорошо развиты. Как говорится, от папы с мамой досталась хорошая вот эта структура мозга. Но вы не научились управлять этой структурой мозга, и у вас негативное воображение, хотя воображение можно поменять и на позитивное, и мы это делали с тобой, и у тебя это изменилось, как вот мое. Воображение такое же шикарное, как и у вас. Поэтому первое, что нам нужно понять, где нарушилась вот эта структура. А структура нарушилась прежде всего в ретикулярной формации. Ну, ты смотрела мой плейлист на ретикулярную формацию, и мы с тобой много об этом говорили, и ты поняла, что ретикулярная формация у нас находится, значит, это стволовой мозг, где прошиты страхи, вот эти животные инстинкты. Следующая лимбическая перчатка, так говорим, структура мозга. Ну, а выше неокортекс, мы будем о нем говорить в четвертом моем видеообращении к тебе. Так вот, в этой лимбической перчатке заложены корни ретикулярной формации. И эти нейроны дают такие отростки, аксоны, которые пронизывают все наше тело. Я эту ретикулярную формацию сравниваю, во-первых, с нитками, которые пронизывают вот эту мою рубашку. Вырви эти нитки или сделай с ними что-то плохое, рубашка развалится. И так у вас происходит, с вашей психикой разваливается. Или я сравниваю эту ретикулу, вот эту сеть, которая пронизывает наше все тело и мозг, с некой такой электронной системой хорошего автомобиля. Электронная система хорошего автомобиля нарушена, и автомобиль никуда не поедет, хотя у него и клапана, и сам двигатель шикарно работают. А электроника не позволит пользоваться этим автомобилем. Так вот, важна ретикулярная формация. Вы, тот, кто сейчас слушает, посмотрите мой плейлист на ретикулярную формацию. Что мы с тобой делали? Мы прежде всего ее провели некий такой апгрейд и тренировку. В каком плане? В плане ассоциативного ряда. Ассоциации у невротиков могут в силу их воспитания, в силу вот этих массовой культуры, ну, вы посмотрите про ассоциации, будут негативными ассоциациями. Как ни задам вопрос, вы видите ножик, какие у вас ассоциации? Опасно порежется. А у меня ассоциации хлебушка порезать, колбаску порезать. То есть, вот, важно вот этот ассоциативный ряд. И для этого у нас три сложных занятия для того, чтобы ассоциативный ряд не сбивался в негативную сторону, а только в позитивную и конструктивную. И когда мы этот ассоциативный ряд передвинем в другую сторону по оси абсцисс, ну, это я так метафорически говорю, тогда у нас в организме будут вырабатываться гормоны дофаминового ряда, серотонинового ряда, и не надо пить никаких наркотиков и таблеток, чтобы сбить вот этот гормональный фон негативного ряда, когда выбрасывается кортизол, адреналин, норадреналин. Значит, первое, что мы тренировали, ассоциативный ряд ретикулярной формации. И ретикулярная формация, как поисковик, нам выбирала из этого реального мира хорошая и конструктивная. Второе, что мы тренировали в ретикулярной формации, и она за это отвечает вместе с мозжечком, это координация вот этих 400 мышц, которые в нашем теле. Старушка эволюция дала мозжечку половину нейронов от всего мозга. Для чего? А потому что нам очень важно было координировать своё тело, чувствовать своё тело и в этом пространстве ощущать себя. Вот и неоткуда дереализация, головокружение, потому что в этом случае ваша ретикулярная формация понос имеет, условно говоря. И вы не координируете своё тело. Здесь у нас тоже были упражнения, которые мы учились, восстанавливали координацию, как тот маленький ребёнок, который учится координировать своё тело в пространстве. Это второе, что мы делали с ретикулярной формацией. Третье – это эмоциональный интеллект. У тебя, Алён, шикарный эмоциональный интеллект. Просто так чуть-чуть его подправить в сторону радости, в сторону удачи, в сторону успеха. Все спросят, а что такое эмоциональный интеллект? А эмоциональный интеллект – это умение читать чужие эмоции, умение владеть своими эмоциями. И этому мы учились. И научились создавать эмоции. Да вы посмотрите мои ролики, где я эмоционален, а не просто бэ-бэ-бэ говорю. Это важно, иметь эмоциональный интеллект, потому что это не только внутреннее ощущение хороших коктейлей, гормонов, но это и умение коммунитировать в обществе. Вот она, отсюда. Люди, не имеющие хорошего эмоционального интеллекта, боятся общества, боятся коммунитировать в обществе. Вот эти три важных момента, момента тренировки ретикулярной формации. Друзья мои, тот, кто подслушивает наш разговор с Аленой, вы обратите внимание. И тут никакие прошлые какашки, никакие эзотерические прибамбасы не участвуют. Ретикулярная формация, которая у нас есть, ее можно даже вытащить, но, правда, человек уже не будет работать, а она у вас плохо функционирует. Плохо функционирует в трех направлениях. Это, прежде всего, ассоциативный ряд, который в негативную сторону сдвинут. Это, прежде всего, координация тела в пространстве и ощущение своего тела. И третий эмоциональный интеллект. И вот это все нам позволяет создавать карту реальности в голове. Это карта территории, карта тела и карта стаи общения. Но это другая история. Это история для тех людей, которые уже избавились от катастрофического мышления, от глупой мнительности, от эпохандрических мыслей. Посмотрите, друзья мои, про карты, которые я говорю. Ну, это отдельно. Итак, Алена, это первое письмо. Письмо то, что мы с тобой уже прошли. А другие? А другие только услышали. Перехожу ко второму письму. Слушайте и смотрите. А самое главное, подписывайтесь на мой канал. И у вас есть возможность обратиться ко мне по скайпу. И это очень недорого. Как в старые добрые советские времена к доктору-мужчине приходите с бутылкой коньяка. В данном случае багратион или лесгинка. 1200 рублей. Не смешно, а ясно. Подписывайтесь.